друзья сегодня степа много просили объяснить как они делаются для чего нужны степ сайт сам себе представляет шаг шаг в сторону по прямой так далее сайт степ если шаг в сторону значит степ это некое тактическое действие вообще мы учимся боксировать чтобы у нас расстояние между ногами было все время идентичным одинаковым поставим в этом положении мы работаем что он шагов что на челноке но когда мы примем вот разные варианты степа соответственно мы создаем какое-то тактическое действие для того чтобы соперник более качественно на путируйте если так можно выразиться вот первый вариант степа это просто движение по прямой шаг назад то есть смотрите если я стою рядом с соперником работу в средне-ближней дистанции я кидаю какую-то серию чтобы оторваться от соперника чтобы не попасть в контрудар приближение назад я соответственно закрываю свой отход удар я могу не оставлять переднюю точнее не забирать с собой переднюю ногу чтобы оставаться в дистанции но разорвать дистанцию сзади ногой я как правило должен поэтому вариант первый первый – на placed single wave dipangle давайте условия должны сравнить конструкцию contactedік новички сегодня проникли карты 1200 раз топ и он затем делаете вот время в альтернате на перекусственную степь она альтернате рассмотрим тон reduzь и я делаю став 끌обными 1 2 3 всего сзади – этоai и кидаю , кидаю напряжение 1 2 3 в курсе ставление настребление них довольно дорого с крендойOK Joshマ дошоб捕 1 2 3 все пропbas 1 2 3 шаг сразу припаде Я просто разрываю дистанцию и пробиваю соперника, ну, в данном случае, правопрямую. Теперь смотрите, классический вариант сайс-кеп, это движение в сторону. То есть я стараюсь провалить соперника таким образом, чтобы он проскочил немножко прямой, сделаю движение, заглушивающую сторону, и стараюсь проводить его по каким-то ударам. Получается, у меня два варианта движения. Покажу в сторону, и параллельно я закидываю руку на какой-то удар. Чтобы это движение, да, сейчас предугадать, я пытаюсь упрестись соперника. Например, передня рукой подержал его на джейбе, и движение назад в сторону. Я закидываю правую руку. Ещё раз, подержал, подержал, подержал. Покод, движение в сторону, ногой закрутил, провалил. Сейчас тоже сам немножко дугнут. Левый, держу, держу, держу. И движение, под что раз, ногой развернулся, назад в сторону провалил. Очень здорово исполнился тактический ход. Держу, держу, держу. Раз, проваливаю, проваливаю. Моя первая задача провалить соперника, чтобы он пролетел мимо моих частей, куда можно попасть голова корпуса. И вторым движением я добавляю какой-то контр-удар. Это классический сайд-степ. Еще, смотрите, варианты степа, это выпады по сторонам, то есть под прямой удар соперника, например, под правой прямой. Да, наверно, сейчас развернемся в эту сторону. Как вариант цифон? Посмотрите, я делаю зашагивание, выпад. Соответственно, опять я разрываю плечи в расстоянии между нами. Сделаю зашаг в этот степ и отсюда поработаю. То же самое по длеву. Сделаю зашаг правой ногой степ в сторону, поработаю. Вообще, это оптимальный довольно-таки вариант. Работаю по сторонам до правой. Раз, выход, поработаю зашаг. Под длеву тоже самое. Зашаг сделать и что-то продать. То есть вот такие три варианта степа. Классический, назад и под руки я выделяю. И обязательно советую вам чередовать эти тактические действия для максимально эффективного результата. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мир у нас редко. Поэтому сегодня лайк надо повыше поставить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.